Шумбрачи Вечки-Вейкской Алгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует программа Шумбрат РАВ и я ее ведущая Татьяна Родионова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зорюшко-зоря, родная сторонка, Больная воля травы ковыля. Над памем, над лесом, Песня журавленка Слышится издая. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В конкурсе, инициатором которого стали Министерство просвещения Российской Федерации и Федеральный институт родных языков народов России, приняли участие 68 учителей родных языков. Русского, бурятского, татарского, шорского, коми, кавказских и многих других. Всего было представлено более 30 языков из разных уголков страны. Финал конкурса проходил в Пятигорске с 15 по 18 сентября. Ульяновскую область в конкурсе представляла Лешина Вера Васильевна, учитель начальных классов и родного ирзианского языка Баевской средней школы Николаевского района. И сегодня она гость нашей студии. Здравствуйте, Вера Васильевна! Шум врачи! Давайте посмотрим фрагмент визитки Веры Васильевны. Я представляю один из самых многонациональных регионов нашей страны – Ульяновскую область, вольно раскинувшуюся по берегам Великой Волги. Известный ульяновский поэт сказал, «Ты и аварская, ты и булгарская, ты и хазарская, ты и схивская, ты широкая, ты и узкая, но бежишь ты слезой материнскую в сердце каждого русского». У каждого человека есть своя малая родина. Для нас это одно из красивейших мест Ульяновской области – село Баевка. Это место для проживания выбрали наши предки. По всему видно люди смелые, трудолюбивые, тонко чувствующие красоту окружающей природы. Канадейская сторожевая башня – памятник архитектуры 17 века. Жемчужина района – Белое озеро, памятник ледникового периода, возраст которого 250 тысяч лет. Плачущая гора – Авардепандо. Гора плачет многочисленными ручьями слез родника. Шихан-гора – одно из самых загадочных возвышений в окрестностях села, овеянные легендами. Я следую словам матери Терезы. Нет никаких ключей от счастья. Дверь всегда открыта. Я – учитель. И моя миссия – сделать каждого ребенка счастливым. А что такое счастье? Это родная земля, родной язык, родная культура, родные традиции. И все они в образе матери родной. Уважая язык, культуру своего народа, ты невольно начинаешь уважать культуру и традиции других народов тоже. Большому сожалению, были в нашей истории времена, когда говорить на родном языке стало неловко, несовременно. Язык начал утрачивать свое значение, как средство общения и выражения души народа. Все меньше стало народных песен, все меньше исполняется национальных танцев. Носителями традиций являются представители старшего поколения, жители села, родители, учеников. Мы всегда вместе! Мы вместе! Вы вернулись с конкурса. Расскажите зрителям, чем же он вам особенно понравился и запомнился? Да, буквально совсем недавно я вернулась со Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы», который проходил в городе Пятигорске Ставропольского края. Хочется здесь отметить, что этот конкурс проходил впервые в истории Отечества. Он объединил педагогов из 67 субъектов Российской Федерации, носителей более 30 родных языков, среди которых ирзианский, макшанский, чувашский, осетинский и многих других. А коллега из Мордовии представляла макшанский язык. Конкурсными испытаниями для нас были Это методическая мастерская, классные часы, открытые уроки и мастер-классы, где педагоги демонстрировали свой передовой педагогический опыт по изучению родного языка. Хочется отметить, что каждый учитель родного языка – это мастер своего дела. Вера Васильевна, наверное, очень трудно было готовиться к такому конкурсу. Как же Вы решились участвовать в таком конкурсе? Да, любой конкурс требует максимум усилий в подготовке. И я думаю, что участие в конкурсе дает возможность раскрыться, проявить себя, реализовать свой творческий потенциал, а также возможность оценить свои силы и выявить возможности дальнейшего роста. В подготовке к конкурсу мне помогали масса профессионалов. Здесь нужно отметить специалистов Института развития образования – Матюнину Ирину Эвальдовну, Скворцову Ирину Викторовну, Наумова Артема Леонидовича, а также специалистов районного отдела образования Николаевского района. Мне, конечно же, помогали администрации нашей школы, Мои коллеги. Ну и, конечно же, я еще хочу здесь огромную благодарность сказать своей коллеге из Николаевской средней школы. Это Алькиной Елене Васильевне. Вера Васильевна, Вы представляли всю нашу родную Ульяновскую область на всероссийском уровне. И это очень ответственно, это очень серьезно. Ведь для участия в конкурсах такого уровня нужны не только профессионализм, но и авторские наработки, новые методики, какие-то профессиональные секреты. И еще очень интересно, что способность, артистическая способность донести детям – это все интересное, что у Вас накопилось. Расскажите о Ваших секретах профессиональной деятельности. Да, на этом конкурсе я представляла Ульяновскую область. И это было для меня, конечно, очень ответственным моментом, так как люди возлагают на тебя надежды, верят в твой успех. Я учитель начальных классов, и стаж работы у меня 27 лет. И из них 10 лет я преподаю родной эрзианский язык. За плечами многолетний педагогический стаж, поэтому на конкурс я поехала с копилкой различных идей. Это все представила на конкурсном испытании «Методическая копилка». Здесь я представила опыт работы по составлению буктрейлеров. Здесь представила свой опыт по созданию дидактических игр на цифровой платформе. Рассказывала из опыта работы по музейной педагогике о виртуальных экскурсиях, целью которых является знакомство с историческими событиями и фактами мордовского народа и народов России. В жизни есть только одно несомненное счастье – жить для других. Эти слова Ушинского стали для меня педагогическим кредо. В этих словах заключается мой профессиональный секрет. Предлагаю посмотреть фрагмент занятий Веры Васильевны. Моя родина – это Симбирская земля, которая расположена к берегу Великой реки Волги. «Симбирская земля, Тебе слагаю песни я свои, Люблю твои раздольные поля, Просливые зиявки и суры, Люблю твоих нарядов, простоту». «Тема, мой земля, и душа народа». «Язвейт» – одним из, так скажем, ваканских народов, Является его национальным костюмом. Посмотрите, пожалуйста, на мой костюм. Попробуйте его нахо активизовать. Какой он? Какой он, правильно? Яркий, веселый, замечательный. Красивый, спасибо, молодцы, ребята. Еще какой он? Еще какие золотые фотоаппараты? Получается? Веселый. Веселый, замечательный. Сусанна? Блестящий. Блестящий. Еще какой? Интересный. Спасибо, ребята, вам за ответ. Смотрите внимательно. А какие цвета? Я говорю, в моем костюме. Вероника, основные цвета? Основные цвета – это красный цвет. Красный цвет. Так, пожалуйста, еще. И еще жёлтый. Жёлтый. Сейчас помножимся. А то у нас не помножимся. Парень, пожалуйста, идем. Вот такой прекрасный у нас костюм. Главный привет элементом в женском костюме считается рубаха. А по ландовски – это пана. Держи, пожалуйста. Пана. Давайте произнесём этот корм. Три-четыре. Парень. Еще раз. Парень. Молодцы, замечательно. Так, Алиночка. Помогай. Так, мы сейчас посмотрим, как рубаха у нас ворозная. Где сколько? Может, ворозница? Так. Ручки. Девочки. Плавное привет, украшение. Служила рубаха. Это вышивка. Вышивка на подборе. А вак. И вот. Вот она. Значит, замечательно. Молодец. Посмотрите внимательно, ребят. Вторая и третья группа. Только они украсили эрзианскую рубаху. Молодцы. Вторая группа уходишь. Не садитесь. Не садитесь. Не садитесь. Вероника, выходи. А я группу, посмотрите. Все это береги, первая группа. Молодцы. И третья группа. Ой, замечательно. Это мунацик. Украшение головной вор. Как называется? Можно подглядеть, да. Вообще вот так. Пангу, да. Пангу. Ребят, подглядитесь в окно. А какое практическое применение мы можем найти вот этим элементом? Ну, подглядите в окно. Вернитесь. Пангу, пожалуйста. А день им? Держим. Разрезной. Вера Васильевна, вот скажите такой вопрос. В девяти школах нашего региона эрзианский язык изучается, уже изучается как предмет родной язык. Насколько это нужно нашим детям? Вы же ближе к ним. На мой взгляд, необходимо изучать свой родной язык. Без языка и без культуры нет национальности. Поэтому важно, чтобы дети знали свой родной язык, свои родные корни и любили. Ведь это закон жизни и природы. А кто же в итоге стал лучшим учителем родного языка и родной литературы в конкурсе? Как и в любом конкурсе, есть победители. А победителем конкурса лучший учитель родного языка и родной литературы стала учитель родного осетинского языка и литературы города Владикавказа Яна Бекоева. Вера Васильевна, спасибо вам за интересную беседу, за нашу встречу. Очень приятно было вас узнать, познакомиться. Надеюсь, в следующий раз вы обязательно примете участие в конкурсе такого ранга и будете побеждать, и будете учить наших детей. А сегодня мы прощаемся с вами. До свидания. Вастом Азанок. А я напоминаю, наша программа выходит по пятницам в 18.50 на канале Улправда ТВ. В записи ее можно посмотреть на сайте Улправда.ру в любое время. До свидания. Вастом Азанок. Улправда ТВ